А в Екатеринбурге все эти дни объясняли населению, почему опрос лучше, чем референдум. Сам председатель горы Сберкома включился в данный процесс. Ну, во-первых, сообщил господин Илья Захаров, даже если за идею всенародного голосования выступят органы власти, администрации и дума, понадобится время, не менее двух месяцев, чтобы только организовать столь сложное мероприятие. Во-вторых, по закону о референдумах, состоявшимся этот самый референдум может считаться только в случае, когда на участки придут более 50%. Горожан, то есть там-то реально важна явка не то, что на губернаторских выборах, а несколько последних лет наглядно показали народ, где не ходит на эти голосования. Поэтому, а вдруг провалим? Начинаем! Вот обожаю такие рациональные объяснения, ну давайте по пунктам. А я вот, например, помню не такую печальную историю, когда проводили референдум о выходе Крыма из состава Украины, о Украине и последующем присоединении полуострова к Великой и Могучей чуть больше недели. Понадобилось, чтобы то всенародное голосование устроить и 8 дней, если мне память не изменяет, причем на все. От возникновения идеи до момента ее реализации, организации процесса по всем международным правилам, 8 дней целый полуостров вернулся, как затем было модно говорить, в родную гавань. Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые представители Республики Крым и Севастополь, они здесь среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя. Чего? А тут речь идет об одном городе, об одном вопросе. Всего и два месяца, блин, надо на то, чтобы раскачаться. И это еще не точно. Что до истории с явкой, так она меня вообще умиляет. А вдруг не придут люди? Докладываю, господин Захаров, вам лично. Почему на выборах всех уровней, как правило, никакая явка в последние годы, а потому что народ не верит в институт этих ваших выборов? Потому что выбора-то на самом деле людям не предоставляют. Вот тебе два варианта. Первый – Куевышев. Второй – если не устраивает Куевышев, катись колбаской, все равно будет Куевышев. Но и это еще не все. Если даже в списке кандидатов случайно появляется какой-то приличный человек, как это было в Хакасии или в Хабаровском крае, федеральный центр и его придворные хлы из числа Киселевых, Соловьевых, Скобеевых начинают поливать этого человека помоями. Устраивает на него травлю, за какого же врага проголосовал избиратель. Административный ресурс тут же вырубается по созданию проблем для не своего губернатора. Ну или еще проще, как было во Владивостоке, когда победил парень не из Единой России, неправильные это были выборы, сказала ваша начальница Памфилова, и отменила результаты голосования, чтобы затем провести правильное голосование. Вот два с половиной года здоровья, сил, вот мы здесь почти живем, вот убито, вложено, чтобы очистить эту систему от фальсификации. Ну да бог, с ним опрос так, опрос только на этот раз. Вот сейчас скажу глупость, бредятину, конечно, давайте проведем его честно. Не так, как до этого, во всяком случае, когда опля, и мы все дружно узнали, что прошли какие-то публичные слушания, оказывается, где прошли, когда прошли, кого приглашали, тебе, козел, какая разница, тебе сказали, что прошли те слушания, все, дуй за боярышником очередь занимать, или когда нам показывали какие-то левые цифры, непонятно с какого потолка взявшиеся, а взявшиеся, вернее, даже не показывали, просто рассказывали об этих цифрах. Люди решили восстановить. Люди какие? Да это мы, мы все православные решили восстановить. И я православный? Нет, вы не православный. Знаете, как в Писании написано, не каждый говорящий, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. Вот, поэтому... На этот раз, друзья, и мы решили поучаствовать, в смысле, в проведении опроса, хотя бы даже в качестве эксперимента, чтобы сопоставить затем результаты, которые получим мы, с теми, что будут озвучены официально. Сейчас подведем промежуточные итоги. Итак, еще неделю назад у нас с вами трясли перед носом версии 97% жителей Екатеринбурга, ночей не спят, грезят мыслями о будущем храме все-таки в правительственном квартале города, на месте того несчастного сквера. А вот наш вариант, пожалуйста. В процентах расклад примерно тот же, но в обратную сторону. Цифры сами видели. Не могу не согласиться, что такой вот опрос в интернете называть правдивым на 100%, ну, было бы, наверное, неправильным, даже несмотря на то, что он проводился на нашем сайте, действительно. Нет никакой гарантии, что голосовали в данном случае только жители Екатеринбурга. Второй момент. Интернет, он же по IP-адресам ориентируется, а не биометрику с конкретных людей считывает, поэтому теоретически да. Человек мог проголосовать дома, затем прийти в какой-нибудь интернет-кафе и проголосовать еще раз. Вот только ну у многих ли возникнет желание так заморачиваться? Так, да. Я же забыл про Госдеп и его баснословные миллионы, которые на Медне, на станции Свердловск сортировочное выгрузили. Там два вагона с наличными, по-моему, ну, чтобы за ваши голоса мы могли башлять. А если серьезно, погрешность, конечно, есть. Вот только масштабы той погрешности отнюдь не катастрофические. Кстати, не мы одни. Опрос для екатеринбуржцев затеяли. Крупнейший портал города Е1, который за пределами уральской столицы не так известен, как мой канал или Крик ТВ, провел свой опрос и получил примерно такие же данные в процентах. Или их тоже Трамп контролирует. Это реальная журналистика из Екатеринбурга. Сегодня прям по трем мушкетерам приключения продолжаются. Поехали. Кстати, никто из вас не обратил внимания вот на какую деталь. А ведь любые громкие недовольства в нашей стране последние пару лет властью и пропагандой сводятся к одной и той же риторике. Это проплаченные агенты Госдепа. Это профессиональные митингующие. Это майданные технологии. Любые. Повторюсь, вот возьмите просто и проанализируйте. Поройтесь в архивных и видео, просмотренных вами когда-то. Вышли люди протестовать против повышения пенсионного возраста. Пропагандисты и провластные Халуи орали об агентах Трампа. Волоколамск, Серпухов, а затем и Архангельская область восстали против мусорных полигонов у себя под окнами. Опять враги. Опять Госдеповский след отыскался. Челябинск взбунтовался против медных королей и уничтожения последними экологии. Предатели жидомасоны. Сколько им заплатили? Сейчас вот в Екатеринбурге бесы обнаружились. Обнаружились, которые на святое покусились. И опять за деньги Госдепа США неважно. Что нынче уже почти каждая собака в том Екатеринбурге знает строить на месте сквера затеяли отнюдь не храм. Вернее, не только храм. Там должен появиться целый комплекс с элитными квартирами, магазинами, фитнес-центрами и прочими атрибутами сладкой жизни плевать. Все равно протестующие бесы главное. Ведь задать дуракам, что верят в сказки пропагандистов, нужный вектор. Кстати, вот такое зомбо-лжецы вам точно не покажут. Я все церва за то, что в Екатеринбурге появился храм Святой Екатерины. Вопрос только в том, что он должен быть местом мира и символом мира, а не точкой раздора. Поэтому я полагаю, что было бы здорово, если бы местный митрополит использовал бы все свои лоббистские способности, коих у него немало, объединил бы вместе ресурсы силовиков, бандитов, губернатора и мэра, олигархов, прессы, каких-то своих активистов, общественников и так далее, и выбрали какое-то место в городе, где плохо. То есть идти не туда, где и без нас хорошо, а идти туда, где даже с нами плохо. И сказать, давайте-ка начнем почти с нуля. Трущоба расселим, метро проведем, дороги заасфальтируем. Там какой-то сумасшедший Дьякон Кураев, но он сошел с ума, натурально сошел с ума. Эти будут врать до последнего. Еще бы, ни один местный политик или более-менее заметный общественный деятель не признается вам в том, что он тупо сидит на зарплате у тех же Казицыных и Алтушкиных. Ну как он может пойти против хозяев и встать на сторону народа? Он же на крепком кукане. Да за какой референдум такая марионетка станет голосовать? Да и как будто бы журналистов местных дальновидные папики давным-давно на короткий поводок посадили. Ребятишкам только и остается, что реверансы делать, как прикажете ваше величество. Ну вот, например... Люди говорят, что они за сохранение парков, скверов, мира и добра. Но никто из них не хочет принимать на веру тот факт и не хотят видеть эти факты, что один из организаторов этого протеста поддерживает терроризм. А другой из них поддерживает фашизм. Смотрите! Брони! Смотрите на беснующуюся толпу! Это реальное беснование! В прямом эфире вы его видите! Смотрите, как они смеются! Они не будут смеяться, если, не дай бог, у нас будут происходить теракты. Очень хорошо! Вы успокоились? Девочка! Ты что здесь делаешь, девочка? У тебя и НУРС был? Можешь пойти? Смотрите, противодействие журналисту, профессиональные деятельности, задержите его, значит, под толком. Ну, а ты им веришь, сидишь. Кстати, еще одну интересную историю хочу вам поведать под занавес. И все-таки нашлись на Среднем Урале мои коллеги, в коих осталось еще что-то человеческое. Редакция КП «Урал» Комсомольской правды почти в полном составе отказалась врать своим читателям по указке из центра и обелять местных коррупционеров. И с белокаменной, в спешном порядке, выслали правильную творческую бригаду, которая должна освещать ситуацию в политически грамотном контексте. Местные же журналисты, видимо, будут уволены за свою сатанинскую позицию. К слову, а кого бесами и агентами Госдепа объявят в следующий раз? Слышал, на Урал вагон в заводе 15 тысяч человек на улицу выкинуть планируют. Может, их, ну, если, конечно, не просто на помойку подыхать пойдут, а за права свои, например, захотят побороться. Все! Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь в соцсетях, тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok